Девушки отдыхают Если бы у нас делали звезд, если бы не было железного занавеса, Валентина Серова могла поспорить со всеми знаменитыми голливудскими звездами. Только у нее было одно отличие. Она была естественна на экране. Естественно, в каждом своем поступке. Такой она была и в жизни. Э, а ну-ка дай сюда. Давай не стреляй. Если я ушла из дома, Мне легко меня найти. Она родилась в семье знаменитой актрисы Клавдии Михайловны Половиковой. Училась не бог и как, до конца дней писала с ошибками. Была не очень образована, но очень любознательна. У меня такой актрис, ты со мною не шути. Ей было 9 лет, когда она впервые вышла на сцену. В 14 лет она пришла в театральный техникум. Художественным руководителем был Илья Яковлевич Судаков. МХАТовский актер и режиссер. Ему очень нравилась Валя Половикова. И она много играла. У меня такой актрис, ты со мною не шути. Она очень рано вышла замуж. Привела к матери молодого человека. Он с ней играл в каком-то спектакле. Мать была в ужасе, но что-нибудь поделаешь. Дала им комнату. Они жили очень шумно. К ним приходили их друзья. Это были молодые мальчики и девочки, одержимые театром и одержимые искусством. Брак длился очень недолго. А работала она в театре рабочей молодежи. Он назывался Трам. А потом был создан театр ленинского комсомола Ленком. Сегодня это самый знаменитый московский театр под руководством Марка Захарова. Но он и тогда был очень знаменитый. И руководителем был Иван Николаевич Берстенек. И в этот период ее такой шумной, безалаберной немножко жизни она бывала в разных компаниях, не переносила питья, застолья, вина, водки. Ее это раздражало до последней степени. Она этого ничего не любила. Она любила петь, у нее был замечательный голос. И так 3 мая 1938 года она оказалась на вечеринке у героя Советского Союза Липидевского. Народа было очень много. И она увидела за праздничным столом красивого молодого человека, очень мужественного. И смотрела на него с восхищением. И он как-то смутился от того, что она так на него смотрела. А потом вдруг пригласил ее на танец. Комбрик Анатолий Серов. В боях с врагами нашей Родины действовал бесстрашно и храбро, как и подобает воспитаннику партии Ленина Сталина. Сын горняка, уральский рабочий, стал замечательным летчиком Советской земли. Одним из выдающихся организаторов славной Сталинской авиации. Он заслужил всенародную славу, горячую любовь Родины. Он был очень знаменит. Герой Советского Союза летчик Анатолий Серов. Герой Испанской войны. Это он привел ее в Кремль, и там она познакомилась со Сталином, бывала на приемах и боготворила его так же, как боготворили все. Она, встретя Серова, влюбилась в него так же, как и он влюбился в нее. И это было счастье. Она стала его женой и на всю жизнь сохранила его фамилию. Они получили роскошную квартиру, пятикомнатную, в Лубянском проезде. Лубянский проезд был потом переименован в переулок Серову. Они старались оба не думать о том, что квартира эта принадлежала маршалу Советского Союза Егорову, который был расстрелян вместе с Тухачевским, с Блюхером. Они въехали в эту квартиру, где стояла Егоровская мебель, Егоровские вещи. Но они были молоды. Серовой было 21 год. Она была беременна и ждала сына. Она очень боялась, когда он улетал. Сталин покровительствовал ему, и он все время получал очень опасные задания. Она долго помнила тот день, когда он уходил на последнее задание вместе с героем Советского Союза Полиной Осипенко. Ее никогда не подводила интуиция. В этот день у нее в театре была премьера. И когда она пришла гримироваться, заметила за кулисами почему-то военных, летчиков, какое-то волнение и бледного Берсенева, который зашел к ней в гримуборную и сказал ей о том, что Анатолию очень нехорошо. Она спросила его, он умер? Он ответил, он погиб. Зал смотрел на нее с ужасом, потому что уже передавали по радио о том, что погибли Осипенко и Анатолий Серов. Советский народ потерял круг замечательных патриотов, любимцев народа, отдавших все свои силы, все свои лучшие качества на службу социалистической Родине. Зима метель и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в лохмотьях старушка нищая стоит и подаянья ожидая, она все тут с колюкой своей и летом и зимой босая потом Сталин приглашал ее в Кремль. Она сидела всегда за столом вместе с вдовой Чкалова. Мальчик, которого она назвала Анатолий, родился, когда отца уже не было в живых. А на экранах уже шел фильм «Девушка с характером». У меня такой характер, ты со мною не шути, распевала вся страна. Любовь Орлова, Марина Ладынина в те годы занимали очень высокое место на Киноолимпии. Третьей звездой, которая встала рядом с ними, была Валентина Серова. В сороковом году она сыграла одну очень серьезную роль в спектакле Серафимы Бирман в пьесе Горького-Зыковой. Она играла Павлу. Играла замечательно. Она уже знала и замечала, что молодой человек, который сидит в первом ряду с букетом цветов, он испепеляет ее глазами. Он все время толкался около служебного входа и не подходил. Поэтому он начал писать ей записки, умоляя о встрече. Она не отвечала. Это длилось довольно долго. Потом она написала «Позвоните мне В. Серова». Это был начинающий поэт Константин Симонов. Мы сегодня выпили как дома коньяку московской бой запас. Здесь ребята с вами не знакомы, но с запотой выпили за вас. Выпили за спальбы золотые, может, еще будут чудеса. Выпили за вас и голубые, дай мне Бог убитые и золотые. В 1942 году вышла книжка «Сборник с тобой и без тебя». Валентини Васильевне Серова. Страна зачитывалась этим сборником. «Будь хоть бедой в моей судьбе, но кто б нас не судил, я сам пожизненно к тебе себя приговорил». Стихи, которые переписывали на фронте их знал каждый человек в стране. «Жди меня и я вернусь. Только очень жди». Это была его страсть, сильная мужская страсть к этой женщине, которая и не любила его, и не была привязана к нему. Именно в эти годы Серова очень много выступала по госпиталям в военные годы. И в одном из госпиталей ее попросили выступить в отдельной палате. Она удивилась, почему. Она пришла в эту отдельную палату, там лежал человек худой, больной, с очень умным лицом и красивым лицом. Это был маршал Рокоссовский. Она долго разговаривалась с ним, пришла домой ошеломленная и тут же заявила Симонову, что она влюбилась. Все стало вам груд голубым и зеленым, ручья запурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам, теперь от любви не уйти никуда не уйти никуда никуда Услышав по радио в конце 60-х о смерти Рокоссовского, она призналась дочери, что это была ее любовь. О ней она никогда не говорила, но его не забывала. Это было очень сильное увлечение двух людей. не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви. из двух величин вам придется выбрать одну. хороша я хороша, плохо ли шарвета, никто замуж не берет, девушку Она стала и женой Константина Симонова в 43-м году. Жизнь, конечно, изменилась. Он был любимец Сталина. Он был в привилегированном положении. Он был один из руководителей Союза советских писателей. Он был, конечно, талантливый человек, очень умный, мужественный, но преклонявшийся перед режимом, внутри которого он существовал. Она с ним много ездила, была в Америке, была в Париже в 46-м году, когда он проводил кампанию по возвращению иммигрантов в Россию, кампанию очень опасной, потому что те иммигранты, которые возвращались, очень часто попадали в лагеря. И она ездила с ним, встречалась с Буниным, встречалась с Тейфи, с Зайцевым. Однажды на одном из обедов, где он уговаривал всех вернуться, его позвали к телефону, и, как это сегодня очевидно, из одного из иммигрантского дневника, она шепнула, а вы не слушайте его. Она говорила правду. Она всегда говорила правду. Всегда. И это была ее огромная ошибка. Потому что она была иногда и резка, и вспыльчива, и несправедлива, не сдерживала своих эмоций, была откровенно и поразительно добра. Ты, крылатая песня, Летил с ветром буйным в родные края. Четли парня, как прежде узнать, Дорогая подруга моя, Коль ей грустно, ты сразу поймешь, Приласкай за меня, Обними, По напрасну ее не тревожь, Только в сердце мельком загляни. Я и сам бы с тобою слетал, Да с рассветом мне в бой уходи. Я и сам бы, любимый, сказал, Что в разлуке невесело жить И поведать о том небою, То для нас небольшая беда, Я ведь скоро с победой вернусь, И начаться навес навсегда. Ты, крылатая песня, слетай, С ветром буйным в родные края. Ждет ли парня, как прежде узнать, Дорогая подруга моя, Она действительно была очень талантливой актрисой, Которая много и плодотворно играла В театре Ленинского капсомола. Пьесы Симонова, которые он писал, И в каждой пьесе играла она, Под каштанами Праги, Так и будет «Русский вопрос», Который играли в пяти московских театрах. Сказать ли вам, старушка эта, Как и двадцать лет тому жила, Она была мечтой поэта, И слава ей венок. Она получила государственную премию, Тогда это называлось «Сталинская премия». Звание заслуженной артистки РСФСР За очень плохенький фильм, Композитор Глинка, Где она играла жену Глинки, И массу телеграмм От Фадеева, От Тыняновых, От Каверина, От Катаева, От Вертинских. Она была в моде, Она была элегантна, Зажигательна, И в нее влюблялись. Она была женщиной, Женщиной в высоком смысле этого слова. Я думаю, что можно открыть окна. Здесь душно, Ветер, кажется, стих. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. После войны Сталин задеял кампанию против космополитов. Это была такая форма изничтожения интеллигенции. Это был зоологический антисемитизм Сталина. А Серова очень болезненно относилась к тому, что Симонов проводил кампанию против космополитизма. Особенно, когда он был докладчиком и выступал очень резко, когда вышло постановление партии правительства о театральных критиках. Кому помешали театральные критики? Борщеговский, Юзовский, Гурвич. И Серовой было стыдно приходить в театр. Она мучилась от этого. Ну да, конечно. Большие цели, высокие задачи, карьера. Это был период, когда она была уже очень богатым, состоятельным человеком по тем временам. Водила автомобиль. Толя, сын Валентины Васильевны, был нелюбим Симоновым. И Симонов отправил его в интернат, куда-то на Урал. Это была страшная ошибка. Она очень казнилась с этим. Уйдя из театра Ленинского пульсамона и оставшись без работы, она начала попиваться. Симонов очень страдал от этого пристрастия, которое появилось в конце сороковых годов. Что с тобой? Что случилось? Почему все сердечные припадки всегда в мое отсутствие? Не связано ли это с образом жизни? У тебя, я знаю, есть чудовищная русская привычка пить именно с горя, с тоски, с хандры, с разума. Я сойду с ума. Я не могу больше выдумывать все слова за тебя. Ну, скажи же хоть одно слово. Ты сам. Толя, сын Валентины Серова, стал алкоголиком. Он появился в Москве уже тогда, когда Серова была на дне жизни. И умер за полгода до смерти. На похоронах она не была. Она уже была в беспамятстве в это время. А тогда, в конце сороковых, Симонов еще пытался наладить жизнь. Он содействовал тому, что она пришла в малый театр, который ей был чужд. И встретили ее с ее роскошной шубой, с ее Виллисом, с шофером, с Симоном, который постоянно ее ждал. Крайне недоброжелательно. Единственная роль, которую она сыграла в малом театре, это была роль Каринкиной в «Без вины виноватых». И она не любила ни эту роль, ни этот спектакль. Нет, я водки не пью. Кончилось это большим скандалом. Приехал Симонов, взял ее на руки. И больше она в малый театр не возвращалась. Завидовали ей все, всегда. Ей даже завидовала мать. Клавдия Михайловна Половикова. Артиза талантливая. А в жизни была недобрым человеком. И очень неподоброму относилась к Серовой. И она пришла в театр Моссовета. В театр Моссовета она проработала 9 лет. И за все время своего пребывания, может быть, один раз получила настоящую роль. В пьесе Горького, Сомов и другие. Она играла Лидию. Играла ее замечательно. Все были в восхищении. И в театре, и критика. Недавно актриса театра Моссовета Людмила Шапошникова вспоминала, в каком упоении был весь театр, когда он смотрел на Серову в этой роли. «Я не могу тебе писать стихов. Не той, что ты была, не той, что стала. И, очевидно, этих горьких слов обоим нам давно уж не хватало. Упреки поздно, на ветер бросать. Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя. И это мне не дает стихов тебе писать». Уже росла маленькая Маша, дочь Симонова и Серовой. Уже в доме был разлад, но Симонов не мог побороть своего чувства. Они расстались окончательно в 57-м. Сначала Валентина Васильевна боролась. Она очень боялась остаться одна, потому что она была всегда ранимым и очень незащищенным человеком. Симонов в этот момент женился на очень умной женщине, интеллектуалке Ларисе Алексеевне Гудзенко, вдове поэта Семёна Гудзенко, дочери генерала Жадова. Она была совершенно другой женщиной. У Симонова уже был налаженный дом. У Ларисы Алексеевны была девочка, Катя. Её Симонов удочерил. Потом удалась любимая им Саня. «Имя Серовый» было изжито из дома Симонова. «С тобой и без тебя» уже публиковались без посвящения. Уже в собрании и сочинениях Симонова не было имени Сировой, а была только сноска ВС Валентина Васильевна Серова, «Заслуженная артистка РСФСР». И всё. Она осталась одна. У неё забрали Машу. Маша воспитывалась у бабушки. И она рвалась к матери. Её не пускали. Отец ею не занимался. Она очень рано постарела. И её алкоголизм сказывался, конечно, на её лице. Пришла в театр в униформе и уголили. Сохранились её письма, написанные в ЦК. Их читать без боли невозможно. «Неужели я хуже других? Я без работы, без семьи. Помогите мне!» Но никто не ответил ей на это письмо. Она вернулась в Ленком. Уже была не Прима, не первая актриса. И была какую-то чепуху. Из Ленкома она ушла. Её сократили. Потом был Ногинск. Потом был театр в киноактерах. Каждое утро она звонила диспетчеру. И каждое утро спрашивала. «Скажите, меня не вызывают?» «Нет, Вальчика, вас не вызывают». И она на следующий день упорно звонила. «Скажите, может меня возьмут в массовку?» «Нет, Вальчика, не было распоряжения вас куда-то взять». И она пила. Отчаянно. Страшно. Всё было продано. Ничего не осталось. Её окружали какие-то аферисты. Бог знает, какие люди. Её все бросили. Она была брошена и предана. Все эти люди, которые когда-то пили на этих роскошных застольях в Симоновском доме, восхищались её красотой, умом, все отвернулись от неё. Бывало после представления, Ей от толпы проезда нет, И молодёжь от восхищения Гремела браво ей во след. Какими пышными хвалами Кадила ей круг её гостей. При счастье все дружатся с нами. При горе нету тех друзей. Дочь выросла в 16-летие, она уже была достаточно зрелой девочкой, могла сама решить, где быть, и она жила с матерью. Это было довольно мучительно. Потом она вышла замуж, у неё родился ребёнок, и она редко бывала у Валентины Васильевны. Сегодня Марья Кирилловна мучается от этого, потому что мать – это её любовь и её боль. Когда Симонов умирал, он попросил, чтобы Маша вернула все письма отца к матери. И она тогда впервые стала их читать, и они её ошеломили. А потом все письма вернула отцу. Он ей сказал, я думал, что всё ушло, и вдруг всё вернулось ко мне. Я всё пережил заново, как будто это всё происходит сейчас. Был поникший, вдруг сразу обмякший, постаревший, и весь во власти своих воспоминаний. Он изгонял имя Серовый из своей жизни, но, судя по всему, изгнать из сердца не мог. Сколько не было в жизни разлук, в этот дом я привык приходить. Я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычки своей изменить. Всё было сожжено. Он не хотел, чтобы кто-то прикасался к этим письмам. Она умерла одна в пустой квартире. Потом были похороны в театре киноактера. Я просто писем писать не люблю. Очень многие люди, окружавшие Серову, ушли в небытие. И даже Симонов сегодня отодвинут ходом истории. А Серова оказалась на авансцене и сегодня. Я не слышу! Потому что второй Серовый у нас нет. Вот теперь слышу! Играет музыка КРИКИ Играет музыка